В Иркутской области из-за паводков ввели режим чрезвычайной ситуации. Больше 600 домов там оказались затоплены из-за проливных дождей. Еще 7 под угрозой затопления. Один из поселков полностью отрезан от большой земли. Добраться туда можно лишь вертолетом. Местами воды по пояс. Около 100 человек доставлены в пункты временного размещения. Стихия разрушила постройки, пострадали огороды, подвалы. Как сообщают спасатели, уровень воды в реках превысил критически более чем на полметра. И по прогнозам сегодня ливни продолжатся. А местные жители рассказывают, многим семьям приходится ночевать на вторых этажах домов без тепла и света. Некоторые уходят в лес. Весь поселок в воде, люди живут на крыше. Кто в лесу на возвышении, на горе. Кто в клубе на втором этаже живет. Вообще там в лесу, там под кастром, там и беременные дети, и старики. Все посмыло, все огороды, все позатоплено. Сейчас на месте работают спасатели. Угрозы жизни для людей, по словам сотрудников МЧС, нет. О подтоплениях предупреждают и красноярские синоптики. По прогнозам среднесибирского УГМС, в ближайшие дни ожидается подъем уровня воды и в реках Красноярского края. Сложная ситуация уже сейчас. В Ирбейском районе из берегов вышла река Агул. Транспортного сообщения лишились деревни Петропаловка и Бычковка. Объезда нет, дорога закрыта.